так закроем наш вот этот кораблик и давайте пойдем дальше создадим пустой слайд давайте зададим ему пусть 9 стоит секунд длительность откроем и загрузим на слайд изображение вот такой красивой белки пойдем параметры слоя и заполним кадр открываем нашу картинку фотошопе выделяем слой с картинки параметры слоя и нажимаем сюда эдитер вот наша картинка загружена фотошоп давайте откроем слои замочек надо убрать левой мышкой по нему расчелкнуть итак нам наш вот эту картинку значит сейчас надо разбить на несколько слоев давайте посмотрим какие тут примерно мы будут слои передний слой задний слой и парочку слоев наверно будет в середине между ними и так вот давайте мышку я кишечкой нарисую слои вот эти примерно вот это у нас будет это у нас будет слой переднего плана вот это у у нас будет слой с белкой слой второго плана дальше вот этот слой с елками с одними будете вот это вот будет на слой 3 плана и вот это непосредственно сам слой это будет фойл фоновый слой заднего плана и этого у нас получилось что 1 2 3 4 4 слоя нам надо фотографию разбить на 4 слоя начинаем так как мы решили 4 слоя делать давайте вот здесь вот продублируем наш слой четыре раза для этого мы контролл джи клавишу жмем еще три раза вот у нас появилось четыре слоя так давайте отключим как глазики будут между трех слоев и сейчас нам надо выделить наш первый слой как мы размечали как я рисовал ну давайте способов выделения очень много вплоть до фильтра топаз ремас 5 вот так такой фильтр есть кому надо напишите я дам ссылку на этот плагин но я сейчас покажу вас вам не как плагином пользоваться другие методы а уж всегда вручную пригодится менее можно вырезать с помощью быстрой маски нажав сюда инструмент кисть и выделять красным потом включив маску появится выделение бегающий мураши и дальше произойдет действие можно выделять инструментом и рот тоже самое выделяем инструментом пирот наш сам потом уточняем край можно выделять помощью инструментом лассо и также потом уточнить край вот самым простым мы и будем пользоваться в данном случае нам потому что в этом эффекте параллакс не обязательно такое качественное выделение прямо всех всех и вот каждой иголочки все такое прочее и каждой мелкой детали потому что все это потом сольется в одну картинку и это не будет так важно но все равно получше надо стараться выделять все таки качество но есть качество всегда и так зайдем инструмент так в слоях выделим первый слой найдем инструмент лассо и выделим нашу вот первую слой переднего плана так выделили его теперь идем сюда уточнить край вот в принципе у нас уже выделение кицу есть умный радиус пока уберем давайте ручную попробуем подрегулировать чтобы ловит получше виду зацедила давайте радиус еще маленький уберем у нас появляются побольше иголки вот эти вот все здесь уже может подрегулировать эти висиме бегунками качество нашей картинки давайте оставим вот на этом зайдем в слои и посмотрим вот у нас образовался слой смазкой все его мы выделили он нам пока не нужен давайте вот ключ идем ко второму слою здесь так как мы уже первый слой у нас есть нам надо его убрать с фотографии потому что мы его уже этот слой сделали для этого опять пойдем инструмент лассо и опять выделим его так и правой мышкой нажмем выполнить заливку с учетом содержимого цветовая адаптация нормальный 100 окей идет выполнение заливки вот что у нас получилось давайте берем выделение этих мурашей берущих выделение отметили и вот у нас здесь что мы сейчас видим вот эти края контрастные давайте попробуем слоить инструментом точечная восстанавливающей кисти такой размером поставим и попробуем вот так где у нас края контрастирует попробуем их убрать ну вот так но у нас сейчас здесь осталось шерсть нам ее тоже надо убрать для этого пойдем инструмент штамп берем инструмент штамп становимся на на любой нужный нам участок который мы хотим клонировать нажмем клавишу alt щелкнем левой мышкой все отпускаем и ведем наш клонированный участок это место как у которой нам надо закрыть ставим здесь еще раз опять планируем кнопку альт нажимаем левой мышкой идем вот сюда дальше нам тут это место на закрытие опять возьмем кусок свелку опять займем кнопку альт мышкой левой щелкаем отпускаем все кнопки и ведем да и вот так все здесь можно закрывали нас принципе все здесь нормально если мы сейчас включим наш первый слой у нас все перекроется я думаю нормально так отключаем первый слой теперь нам надо выделить и опять инструмент лассо нам надо выделить теперь следующий слой в нем вот у нас это это ветка находиться и белка сама так опять инструмент лассо берем выделяем так 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 круг и замыкаем нажимаем уточнить край вот такая вот у нас картинка получилось давайте уменьшим радиус радиус показывает вот если мы нажмем здесь кнопочку показать радиус он показано с радиус вот наш размер кисти радиус перекрывал вот эти волоски от шерсти чтобы то что нам надо уберем и в принципе если кому не не нравится можно все дела почистить потом мы сохраним иначе мы сейчас будем до вечера сидеть с этим делом вот у нас получился слой с белкой наложим на него вот такой слой и у нас уже половина картинки сделано давайте теперь отключаем эти верхние два слоя выделяем третий слой вымелось сейчас нам надо убрать отсюда нашу белку и вернее тот самый слой который мы до этого выделили чтобы он у нас не было здесь для этого опять идем инструмент лассо и выделяем опять нашу белку вот эту вот так 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 замыкаем и правой мышкой щелкаем на нашем уделении и нажимаем выполнить заливку с учетом содержимого цветовая адаптация нормальное прозрачество нажимаем ждем когда программа справиться с задачей участок большой вот так так она у нас решила брать белку ее выделение отменить выделение ну я думаю так и можно и оставить этот слой теперь нам надо его отделить от будущего слоя с фоном вот он также берем инструмент лассо здесь крест выделяем замыкаем но нам надо у нас елки остались поэтому мы нажимаем деление инверсии вот марш у нас здесь забегали теперь уточнить край эти радиус побольше чем поменьше ну допустим вот так будет маленькой настройки здесь давайте вот так то ставим таки вот нас появился третий слой и наконец мы отключаем наконец четвертый слой у нас это будет непосредственно слой заднего плана то есть фон сам вот это вот который я покажу давайте опять его выделим выделим опять делаем инверсию и правой мышкой выполнить заливку левой и с этим параметры заливаем наши елки фоном вернее цветами основного фона сейчас программа справится с заданием и в принципе все четыре слои у нас готовы вот остается убрать выделение вот такой у нас примерно остался фон дальше включаем все наши четыре слоя вот наша картинка вот эти теперь слои три слоя которые отключены нам не нужно их надо удалить нажимаем кнопку контур и левой мышкой выделяем эти три слоя правой мышкой удалить слои все слои все слои удалили теперь нам надо сохранить все вот эти вот наши сделанные слои в отдельности нашу папку для уроков чтобы все вместе сохранить одновременно нас делал следующий 1 нажать файл экспортировать слои файла таблички надо нам все указать папку куда будем мы сохранять обзор я вот здесь указал папка для уроков галочку поставить тип файла png и и вот здесь галочка прозрачность для файлов png чтобы они были на прозрачном фоне и вот у кого здесь стоит тремень слоев надо убрать галочку отсюда иначе будут разного формата у нас слои при сохранении все когда мы все это поставили нажимаем выполнить все слои сохранились окей нажимаем идем прошел продюсер нажимаем на плюсик добавить изображение или видео вот наши четыре слоя которые нам надо нажимаем кнопку control и левой мышкой выделяем все четыре слоя которые нам нужны открыть все наши слои загрузились основной слой вот это вот на основную картинку теперь можно удалить и здесь там по порядку поставить все наши слои значит нулевой слой это самый верхний нулевой первый второй и третий вот сейчас у нас все слои стоят по порядку ну и вот добрались мы до продюсера теперь будем делать непосредственно сам эффект